всем привет всем здравствуйте сегодня прямой эфир soulful morning сейчас покажу типсы какие будут очень прикольный эфир получился типсы классные получили сейчас буду вам показывать так работаем и софт манин коллекции кто не в курсе эта коллекция которая выходила у нас весной-летом и это основная локомотивная коллекция которую мы планировали вот ну как бы поддерживать до конца этого сезона плюс если сравнивать даже с объемами продаж всех коллекций которые мы выпускали за вот этот весенний период и сейчас уже лето наступило до the soulful morning она у нас самая большая на время объемом продаж за промежуток времени вот поэтому мы сегодня работаем soulful morning но у меня задача показать креативные дизайны не нежнятину да потому что коллекция пастельная мы сейчас будем с вами креативить я покажу какими материалами буду работать кто не в курсе у нас помимо soulful morning вышла sensation коллекция весна-лето у нас вышла аффирмация капсула у нас вышла коллекция лавленис так и а вот from down to dusk вот на днях у нас вышли кошки я кстати покажу офигенные типсы я вчера делала вечером для маркетинга видосики простые с кошками с новыми они обалденные типсы мне кажется здесь это еще не все а нет все правильно еще кошки сюда да посмотрите раз два три четыре это пятая и шестая коллекция кошки кошки они просто по штучному продаются так вот soulful morning эта коллекция пастельная потому что вот эти все коллекции они разные да это бокс sensation это розовые цвета лавленис это перламутровые цвета очень красивые from down to dusk это яркая коллекция напрямые такие яркие сочные цвета на лето вот а soulful morning это пастельные цвета так сейчас я вам покажу еще кошечки кошечки так это то что у нас ждет сегодня с вами видите пастель но мы с вами креативы пастель но креативы сейчас я перчаточки одеваю всем здравствуйте девочки всем здравствуйте сегодня с вами катя мирошниченко здесь на имя фишу word обязательно пишите под этим постом темы для следующего эфира по классике у нас со следующей неделе из отпуска юля донченко выходят вот обязательно пишите варианты эфиров по классическим системам и по гириллаковым но там где укрепление маникюр восстановление наращивание так сегодня мы с вами креативы но при этом используем не графику на когда че бы мы используем яркие классические оттенки а мы же нежнятину используем так давайте я вам напомню кто не в курсе как выглядит коллекция soulful morning можно сфотографировать экран посмотрите какая нежная коллекция абсолютно все оттенки пойдут сейчас базовый ассортимент я когда колеровала понятно что учитывала то что сейчас в контексте моды идет да то что институт и понтон рекомендуют какой-то бирюзовый какой-то персиковый какой-то сиреневый но и также мы учитывали то что эти цвета пойдут в базовый ассортимент это то что будет пользоваться из года в год постоянно есть категория клиентов которые любят светлые цвета которые любят пастельные цвета и неважно какой сезон и какие сейчас тренды вот я очень горжусь вот этим цветом 413 это breakfast of тифани завтрак у тифани потому что обложились помню упаковка прям из магазинов тифани хотелось сделать один в один цвет тифани поэтому имейте ввиду 413 получился максимально близкие к упаковке ювелирных украшений от модного дома тифани что еще супер коллекция все цвета плотные пишет юлия мать и да действительно коллекция плотная очень и как раз вот мне хотелось сегодня поработать в контексте креатива потому что я до этого все время показывала вам все такое нежное романтичное сегодня у нас будет про креатив так поехали а я же вам кошки обещала показать а кто не в курсе да у нас стартовали продажи гель-лаков с эффектом магнитных гель-лаков они чудо-чудно диво-дивно от колеровок блесток внутри гель-лака это просто полный оргазм я прям не преувеличиваю вчера ночью сидела снимала мастер-классы для маркетинга сейчас я вам покажу типсы какие получились это вообще что-то необыкновенное причем самое обидно чтобы блин ни одна камера не фото не может передать как это красиво мало того что сами по себе эти гель-лаки ложатся в один слой и это реально полноценные перламутровые гель-лаки которые просто могут быть использованы как шиммерные даже в один слой великолепно ложатся без подложки ложатся вот смотрите здесь без подложки когда я делала дизайн я использовала подложку черный цвет я все равно использовала хотя по факту я могла бы не использовать ну не знаю это это настолько вот вкусно и вот обидно то что вот сейчас даже камера контакта не передает как она классно выглядит и не знаю как это поворачивает надо чтобы вы увидели эту красоту этих кошек кошки просто офигенские магнитик кстати чудесными девочки купили девочки вот увидите такой магнитик прям всем рекомендую эти вот шарики вообще офигенно очень сильный магнит то что я до этого делала знаете каким вот этим стандартным где он где у меня был квадратик стандартный так ты где квадратик вот у меня поломался вот такие магниты они не берут вы знаете когда нужно сделать очень красивый градиент у кошек эти магниты они не помогают а вот здесь вот девчонки случайно купили вот такие колечки из шариков офигенные но мы обязательно на следующей неделе будем кошками работать обязательно я буду показывать все мастер-классы с кошками не передает девочки никакой камера шиммер и не передает здесь вот вот этот цвет особенно которую вот у нас серебряный до 397 уже тоже обалденный сейчас я вам еще 397 покажу это серебряный во-первых этот цвет тоже мы же вы изначально позиционировали как обычный шиммерный что он не земной красоты потом оказалось что я по ошибке добавила туда самый дорогой цвет магнита который был в ассортименте у нас на складе вот причем цена я понимаю что на такая не так у сучья но эти гель-лаки они стоят этой цены потому что концентрация блесток она очень высокая мы не пожалели пигмента потому что я сразу говорила я не буду делать средней плотности так как ахо это как у всех поэтому я набодяжила очень много плотности пигмента и соответственно цена получилась у этих гель-лаков такая хорошая цена я считаю достойная роскошного маникюра цена девчонки по моему 900 рублей ну вот и я вам зуб даю извините за сленг но это просто они стоят вот этой цены сколько они стоят потому что тут очень высокая себестоимость вышла это не потому что мы там хотим на вас заработать нет это реально очень высоко вышла по себестоимости за того что мне приспичило сделать очень плотные кошки я не переношу вот эти полупрозрачные какашки вот я сказала я буду делать такие кошки которые я сама которых сама буду кайфовать вот поэтому они что с подложкой что без подложки что с магнитом что без магнита они офигенные короче ладно я отступила от тема то есть тема у нас сегодня 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 мы с вами делаем креативчик поехали вот вера рязанова пишет я купила они шикарные катерина взрыв хочу заказать вашу продукцию но почта у нас очень плохо работает заказываю через вал берест на там очень маленький ассортимент обидно девочки любимые сейчас конечно сохраню этот комментарий сейчас я вам объясню смотрите вы просто не понимаете что такое вал берез и на вал березе держать весь ассортимент а когда тебе 2000 скаю вы представьте ассортимент эми 2000 скаю и кому-то там эти искаю нужны кому-то эти иска и нужны понимаете и понятно в итоге тебе надо запулить туда 2000 скаю каждая единица она стоит денег чтобы там ее содержать на вал берез и мы платим вал берез и за каждую карточку товаров понимаете за каждую карточку ты платишь арендную плату за каждую единицу на складе за каждый день посуточно мы платим деньги понимаете за все платить нужно это не рентабельно держать позиции которые ну как бы мало оборачиваемые и поэтому там держится либо продукция которая на вывод с большим количеством запаса либо так как продукция которая реально с большим объемом продаж потому что тогда ее рентабельно за нее платить за хранение за содержание карточки за рекламу понимать вот тогда это рентабельно вот поэтому новинки никогда не продаются на балберис нет смысла ты потратишь деньги сделаешь эту карточку товаров ты отправишь заплатишь деньги за хранения за все за все за все заплатишь понимаешь этот товар быстро закончится и ты по факту но это как бы там будет либо 0 либо минус это не рентабельно как бы я почему понимаю что вау берез дал в этом плане хорош что что дойдет в любую точку россии там просто там и не знаю куда да на оленях не доедет вау берез доплывет вот поэтому к сожалению пока на балберсе мы не можем держать весь ассортимент вы обратите внимание большая часть любых магазинов держит определенный ассортимент понимаете определенный ассортимент мы держим ассортимент который быстро оборачивается понятно любимые мои я понимаю что в адрес это очень удобно но вот что можем мы там продаем для нас в адрес это вообще не интересная штука понимать потому что мы компания очень дорогая понимать а там знаете какие марки хорошо зарабатывают кто стоят очень дешево снижкой низкой себестоимость у них высокая маржинальность и даже зовут это что там вау берез дерет в три шкуры вот это кучу всего за это заплати 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 они все равно зарабатывают что у них оборачиваемость огромных дешево стоит вот а мы же дорогие понимаете дорогой товар на вау березе продавать сложно там вообще сложно заработать вот как то так так ладно поехали первый вариант градиент мы делаем ой такая радиент нога 409 и 400 ой и 411 очень нравится такое сочетание эти два цвета мы возьмем кстати хотела сказать вам большое спасибо за клуб эмми арт с нецепельем жду сегодняшнего эфира а я уже все приготовила для сегодняшнего эфира картинок распечатала быть сегодня красиво сегодня у нас будет модный дом москина да поэтому кто еще не в эмми арт прям всем рекомендую это мой новый проект которому я шла наверно года три не знаю чего я ждала честно говоря вот зрела очень долго ну во первых я искала кто будет помогать не с этим клубом потому что он очень трудозатратный вы себе даже не представлять вот такой канал по художественному направлению содержать и генерить туда контент ну это прям вот спасибо а не грешенковая которая согласилась быть со мной в этом проекте должна была быть еще марина андрианова но она все очень хочет поэтому мы сейчас они вдвоем ну в принципе мне как бы да я считаю что достаточно меня одной но мне нужен был мне нужны были помощники вот потому что там будет и живопись там будет декоративно прикладное искусство там будет работа с тканями понятно что там базис это nail art дизайн ногтей там добавили очень много бесплатных бесплатно доступ ко многим курсам из ими онлайн каждый месяц мы добавляем по два новых курса по дизайну ногтей каждую неделю у нас эфиры какие-то ногтевые какие-то посвященные декоративно прикладного искусству станковой живописи штукатурки масляной живописи акриловой живописи в общем вообще очень классный проект прям мне для художника и мастера маникюра это прямо души на это затем это то наверно к чему я шла эти 20 лет что я мастером не работаю но блогер да а здесь вот получается квинтэссенция искусства то чем я занималась всю жизнь и nail art а понимаете это же с детства со мной там с 9 лет я этим занимаюсь и увлекалась всегда искусством и дизайном ногтей девятилетнего возраста вот и эми арт это вот квинтэссенция вот этого всего так у нас есть крутой слайдер смотрите кто не в курсе nail dress гранж вот кстати он скорее всего на валдересе есть еще из этой же серии так как у нас тема креативные дизайны а как вступить так как вступить так срочно менеджеры кто сейчас здесь напишите ссылку на вступление понятно что там это не бесплатно но я считаю что цена трех кружек кофе девятьсот девяносто рублей это смешная цена за тот объем который мы там херачим с ани грешенковой и с менеджерами мы что не только нас двое там обслуживает целая команда этот клуб вот поэтому девятьсот девяносто там пробный пробная неделя за один рубль вот это подписка клуб по подписке ну там вам такой объем открывается так зачем я это взяла так ну я надеюсь сейчас кто-нибудь здесь из менеджеров ссылочку даст либо девчонки я в комментариях прикреплю ссылку на вступление в клуб так смотрим декорации смотрите у нас есть базовом ассортименте еще ряд декораций которые очень круто подойдут для креативной темы так вот 54 давид поп-арт 55 56 портретная живопись как раз гранж которыми сейчас работаю 69 68 калаш пьюжин 67 и монохром мой любимый странные собачки и кошечки обожаю 59 я не знаю сколько мы его допечатывали в свое время это вообще это вот сейчас остатки как раз остались поэтому они видите сейчас распродаются по 90 рублей вот мы сегодня с вами работаем гранжа клуб так серьги больше не будет эфиров с аксессуарами будь конечно вы чё девчонки мы туда будем приглашать разных экспертов вот я сейчас нашла крутого эксперта которая зарабатывает на росписи джинсовых курток причем у нас этот мастер-класс он так и стоит вот но я нашла сейчас нового эксперта просто крутая причем человек на этом деньги зарабатывает понятно что по бижутерии это обязательно будет то что есть кто и на этом зарабатывает название цветников на русском языке будет может не знаю когда мы к этому придем так ладно начинаем с первого варианта с чудненького давайте вот с этой девчонки да давно улетает идея перестать называть название на гель-лаках английскими названиями называть их по русскими для стран снг и россии ну блин никак мы к этому что-то не придем да еще раз не задать вопрос маркетингу когда так водичку опустили смотрите я так как слайдеры они на прозрачной основе нанесу здесь наверное предварительно здесь мы ничего не будем наносить потому что буду отпечатывать при помощи штампика я уже продала два колечка супер девочки какие вы класс нет бижутерии обязательно будет я хочу там бокалы свадебные свадебная тема тоже на этом подрабатывать можно и признают девчонок который прямо зарабатывает на этом нормально девочки наверное все таки мы сделаем белый мазочек смотреть вот прям буквально сейчас суша потому что они на прозрачной основе очень мягкие вот для них лучше использовать либо светлый фон вот либо вот какой-то белый мазочек ставить единственное когда знаете стоп слайдер не нанес если тебе нужно будет подвинуть уже не подвинешь это недостаток когда мы слайдер отпечатываем на дисперсию цветного гель-лака они на топ слайдер вот но иногда хочется время сэкономить и пропустить этот этап так теперь стемпинг стемпинг для стемпинга мы берем teclas обязательно то без липкости сейчас приступаем к стемпингу здесь я предлагаю сделать салатовый стемпинг и черный будет очень классное сочетание это второй номер и девятый кто не в курсе у нас в весеннем сезоне вышла пастельная коллекция красок лаков для стемпинга вот имейте ввиду очень хорошо дружат как раз с этой пастелью так и чурненький нам пригодится на сегодня в клубе нас с вами будет тема маскина модный дом но я сегодня про историю буду рассказывать но скользко не потому что очень много там нужно хочу прям дизайнов нарисовать побольше прошлый раз я останавливалась подробно на модном доме балмейн рассказывала историю вот сегодня будем говорить о маскина но я с другой точки зрения хочу поговорить о маскина вот поэтому кто в клубе в эми арт в телеграм-канале по подписке обязательно сегодня не забудьте приходите так хотя будет запись все приготовили чистый бутылочки открытые этот под рукой справа все все удобно самое главное это пластина у кати пластина ты не приготовила так пластина беру номер семь очень ее люблю для креативных дизайнов самое то катя ноготь по балмейну доделываю девочки я же хочу сделать прям фотографию по балмейну и мне для этого нужно еще четыре ногтя сделать доделываю время на это нужно потому что длина гигантская у этих ногтей вот это будет такой знать практически конкурсная работа будет не переживайте кто в клубе вы результат рано или поздно увидите я просто никуда не тороплюсь что нам торопиться у нас там столько всего интересного в клубе так вот где у меня предполагается эта девочка девчонки всякие затупил она даже была сначала зеленый сделать а потом черный ну ладно мы здесь наоборот сделаем здесь у нас будет зеленый тогда сверху как раз посмотрим разницу ведь я здесь дело сначала зеленый потом черный запечатывал а здесь тогда наоборот в телеграм-канал чтобы добавиться нужно купить подписку сейчас как только эфир закончится я дам ссылку здесь в описании на телеграм-канал в эми арт блин через менеджеров нету так и рады меня слышно ира наверное было в этом инстаграме обычно менеджеры здесь сидят мне помогать у меня не кинули видите я одна и сказать некому так уже видите я вернулась в россию села дома работать сейчас эти время останется в эфире я с вами в конце поболтаю поделюсь вообще своим впечатлением о том как мне работается дома прокатывающим движением обязательно прокатывающим движением прикольно да кстати мне так даже больше нравится скажите да на такой вариант будет более летний за такой прям гранжовая это более летний блин девчонки вчера моем телеграм-канале где для женщин создан я затупила мы наверно повторим еще раз этот эфир с лены низаевой да он не сохранился уже все проверила это короче моя вина вот затупила я что проводила первый раз так ты класса а нет какой ты класс смотрите здесь рекомендую обязательно сначала пройтись топ-слайдером очень много краски лаковой окраска лаковая она создает уходите воздушную прослойку которая не дает адгезии финишного слоя с поверхностью цветного покрытия вот и чтобы адгезия была лучше и чтобы не скала вас ничего по торцам рекомендуется топ-слайдер нанести сначала а потом уже любой другой финиш который вам нравится ну например я решила теклассом покрыть а нет не текласса мы же матовый топ слушайте но если матовый топ используем вот как бы тут по-любому нужно наносить топ с липкостью потому что неважно кстати какой фирмы вы работаете матовый топ они хорошо держатся только на поверхности с дисперсией когда вы наносите матовый топ должна быть поверхности с дисперсией она у нас когда бывает когда мы нанесли цветное покрытие и сразу матовый топ наносишь отлично держится а когда там куча дизайна и когда там уже то без липкости по любому хотите крепкое покрытие матового топа нужно сначала нанести топ с липкостью а потом только матовый топ это вам лайфхак да вчера был очень классный эфир не про ногти я теперь в этом канале работаю с психологом это моя подруга спасибо что она согласилась вообще такой знаете канал про отдавание в мир для женщин для девушек для девочек это мой такой проект очень классный я там вчера объявила я там в целях благотворительности буду осуществлять бесплатные консультации вот но все подробности там в канале будут итак смотрим что у нас получилось смотрите какой вам вариант больше нравится с черным или зеленым с черным конечно больше графичности получилось зеленым такой более светлый конечно я не знаю даже какой лучше какой вам лучше пишите второй вариант мы делаем с вами берем однотонное покрытие голубенький красивый цвет из коллекции софу 416 это вообще такой знать я называю это база оттенка голубого вот хотите иметь какой-то один голубой у себя в палитре вот должен быть вот такой потом небесный голубой прям небесный голубой да вот кому-то видите зелененьким а мне что-то будет лучше с черненьким нравится не знаю почему муж так ли сделаем однотонное покрытие с вами суши также как и в предыдущем варианте берем белый гель-лак номер 001 делаем аккуратненький мазок по центру так как все слайдеры из гранжа они на прозрачной основе и требует хотя бы вот мазочка небольшого хотя у нас пастельная коллекция на не тоже хорошо эти слайдеры читаются но для сочности особенно когда лица подлиться лучше прям мазочку поставить и будет хорошо давайте такую девушку креативненькую так водичка водичка белый мазочек суши моя дочка играет на фортепиано я недавно сделала себе астрологическую карту представляете мне уже даже в астрологической карте пишет что мне нужно начать играть на фортепиано на музыкальном инструменте вернее на музыкальном инструменте я такая думаю а и кошку мне нужно завести домашнее животное так совпало получится я для дочки покупаю кошку и кошка она прям мне ложится вообще в 150 процентов правда бесит вот и теперь я понимаю что по ходу фортепиано это тоже для меня я смотрю на мой маникюр роскошный шикарный я никак не могу знаете вот совладать ну как это я буду ходить с коротким маникюром даже не честно я же люблю роскошный маникюр чтобы блин все обалдевали вокруг вот и не знаю чем не делать тоже ведь я здесь топ слайдер не наносила предварительно потому что я знаю что слайдер на прозрачной основе и тут достаточно нанести на дисперсионную пленку гель-лака эти складочки они и так уйдут после ультрабонда это раз во вторых я же этот слайдер наносила с темпингом движение более точные двигать ничего не нужно вот если конечно с по белой подложка нельзя ни в коем случае так наносим так вас потому что нам нужно сделать снова стемпинг здесь прикольно кстати голубой с красненьким прям чудесненько смотрите здесь просто другой вариант да смотрите губы красные я здесь словцо красненькое добавили чуть-чуть черненького очень креативненько и нежно все равно нежно писать а все остальные ногти голубые будет нежнятинка а здесь такой прям гранж креативчик да поэтому мы будем с красненьким работать красненький это номер лака у нас номер шесть для стемпинга протираем здесь вот классный принт есть он такой реденький смотрите видно это такое непонятно какое-то дверь тут четко хит полоски штришочки вот он очень прикольный здесь одно слово сделаем сначала помните да я работаю вообще этим скотчем но сегодня у меня скотча нет двухстороннего потому что я его в аэропорту выкинула красненький добавили и теперь ниже черненький добавили у таких два парных типса перекрываем матовым толпом но так здесь надо сначала топ слайдер помним сушим и матовый топ пишите кто что делает ногти пилите наверное клиентам до вторым глазом эфир смотрите у кого-то например уже поздно вечер и вы уже не работаете так и третий вариант сегодня у нас это работа с пастельными цветами но мы изначально с вами берем как основу белый гель-лак тоже очень прикольно так делать смотрите основное покрытие будете белая ой что у меня весь в мусоре типс еще и гель-лак испачкала по ходу я такая неряшливая ничего не могу со своим этим делать неаккуратно и я барышни девочки какие хорошенькие получились и наверное это сочетание больше всего нравится так кто-то рисует кто-то ногти пилит так снова берем с вами гранж так здесь можно взять давайте вот эту девочку так так Продолжение следует... Ультрабонт... Раз после утрабонта, видите, сразу все пузырьки уходят, складочки уходят... Ушли складочки... Берем два цвета... Я хочу сочетать... Смотрите... 415 и 414 розовый и желтенький... И что делаем? Делаем где-то большой протяжный мазочек... Сушу... И добавляем розовый... Розовый можно тоже сегментами на всю поверхность нанести... Катя, вы освоили ролик? Да бесит меня ролик... И тут же не дело, я освоила... Я, смотрите, очень неаккуратный человек... Смотрите, как я неаккуратно работаю... И у меня вечно... Я несу ролик, а у меня к нему что-нибудь доцепляется... Понимаете? Поэтому я роликами не работаю... Потому что я засранка... Редкостная... Потому что я засранка... Поэтому я люблю скотч двухсторонний... Понимаете? Потому что я его там не освоила... Что его там осваивать... Ролик этот... С роликом проблем нет... Работает... Мне кажется, как-то быстрее скотчем... Аккуратно... Более точные движения... Так, здесь предлагаю взять фиолетовый... Смотрите... И добавить где-нибудь текст фиолетовый... Слайдеры сейчас в работе... Еще раз показываю, девчуля... Смотрите... Это Гранш... Великолепный слайдер... Гранш... Номер 69... Обязательно пересмотрите эфир... Я показывала еще слайдеры из этой же серии... Они все классные... Вот кто любит... Вот такой креатив... Особенно вот эти собаки... Я обожаю... Просто... Вот номер 59... Кто помнит... Собаки... Кошки... Что-то такое... Всякое космическое... Необычное... Потом вот этот калаш... Он же тоже кайфовый... Я вот про калаш сегодня забыла... Мне надо было, наверное, сегодня не Гранш взять... А калаш... Он, видите, такой яркий... Он тоже кайфучий... Обожаю... Вот сюда пастельной коллекции... Тоже было бы классно... Их вот много... Они есть в базовом... А... Я имею ввиду... Пользуетесь роликом... Да я пользуюсь роликом... Он у меня всегда лежит на всякий случай... Он вечно у меня обосранный лежит... Т-класс... 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 Сиреневый... Цвет... Для стемпинга... Здесь как раз у нас разные слова есть... Я сейчас, кстати скажу, что это я использую за этот... За пластину... Вот я вам пластину-то не сказала... По-моему, номер 7 пластина... Сейчас... Да... Пластина номер 7... вот это моя самая любимая бренды вот это ботаника кайфучая кстати символы тоже граффити кто любит креатив граффити тоже классно сейчас осенью тоже будут классные пластинчики слава богу что мы нашли хорошего поставщика кто нам дела по нормальной цене для наших для нашего ценообразования что нас специфическая ценообразование не все так работают через систему дистрибуции я очень много лет не могла выпустить пластины просто мы не могли это сделать физически вот сейчас я рада этому очень что наконец у нас пластины есть в ассортиментной линейке вот хотя многие все равно до сих пор не могут научиться работать стемпингом он вас раздражает бесит хотя я считаю это просто как навык нужно получить навык требует времени навык требует времени к сожалению никогда не бывает что вот так взял и ты бишь тебя все получилось можно кстати чуть-чуть еще фиолетовая добавить да давайте вот такой маленькая словчик вот сюда вот прям вот этот кусочек вертикальный и теперь готова пара к нашему второму типсу вообще вот эти вот лаки которые для стемпинга пастельной коллекции мы делали как раз с учетом что у нас будет пастельные гириллаки поэтому и делали ведь коллекцию пастели серебро скоро выйдет серебро выйдет скоро что-то еще этом хотела для стемпинга выпустить ну он потихоньку цветаем и конечно не та компания кто упор на стемпинг делать есть компании более крупные кто прям только стемпинг выпускают вот я по стемпингу в основном все фоновая выпуска потому что как элементы я люблю использовать все-таки шармиконы и слайдеры и в основном нам стемпинг нужен чтобы фон и создавать вот плюс я в стемпинг перевела все наши nail cruz трафареты трафареты для nail cruz то трафареты для акварели трафареты для дольче габбана все короче привели пластины а демо листы планируете к пластинам делать так это какие демо листы а ну-ка елена антур скажи ко мне пока мы тут не отключились так смотрите как-то так пять минут так быстро поговорю сейчас с вами как я обещала как раз мне интересно что ей елена напишет демо листы хочу надымались листики какие-то так рассказываю вам как я сейчас работаю я сейчас прилетела в россии ну пока не планирую никуда уезжать год точно буду в россии есть у меня конечно идея мечта я еще хочу пожить на бали ну сейчас поняла после кипра поняла что жить долго я не хочу это сто процентов короче на год уезжать для меня это жесть тяжело с одной стороны кайфово ну прям на год уезжать из дома из дома принцессы точно вот поэтому пока не планируем буду работать дома и в офисе и сейчас очень много будет эфиров которые я теперь хочу делать в рамках клуба эми арт сейчас обязательно в описании попрошу чтобы ссылку повесили на вход в клуб эми арт там не только ногти там искусство 50 на 50 очень много для ногтей но также и искусство клуб для чего сделан клуб я уверена тот кто посидит там несколько месяцев у вас появится то хобби на котором вы будете зарабатывать параллельно с ногтями не говорю что вы бросите ногти она вряд ли это для творческих мастеров маникюра у кого есть это творческое начало и но ярко выраженное это обычно видно если мастер делает постоянно дизайн ногтей то вы творческий мастер есть вероятность что вы можете попробовать что-то из декоративно прикладного искусства и это станет началом какого-то нового творческого периода вашей жизни потому что мы никогда не знаем кем мы будем через пять лет через десять многие конечно там зайти пня тыс ты мастер маникюра даты по жизни мастер маникюра любят многие тыкать тебе это в лицо и мне в том числе тыкают до сих пор хотя я говорю что я изначально художник с высшим образованием который не просто пять лет в университете отучился а еще до этого 10 лет в школах художественных не одну закончил вот но мне все равно вот этим помыкают и чем бы я сейчас не занималась да вот сейчас пришла получать второе высшее образование почему-то вроде как я не достойно того чтобы быть еще кем-то так вот этот канал вот этот вот эта вся информация которая там будет даваться есть вероятность что у вас может выстрелить какой-то новый вид деятельности и вы возможно пойдете поступите на какой-нибудь факультет художественно графический вы возможно пойдете поступите на факультет какой-нибудь там виза ювелирка все что угодно может случиться в рамках клуба вот единственное что понятно что там нужно просидеть не один месяц чтобы увидеть вот это творческое составляющие какая она у вас там нужно побыть несколько месяцев потому что например в этом месяце у нас по живописи будет акриловые краски аня будет давать цветы и до была ювелирка да мы делали украшения из материала по маникюру в следующем месяце мы планируем делать интерьерную живопись живопись интерьерную буду показывать я это будет специальный материал штукатурка под современные интерьеры это тоже одно из новых направлений на котором реально можно хорошие деньги зарабатывать и это можно делать параллельно с ногтями вот ладно прозрачная пленка с рисунками спасти прозрачная все елена антух я тебя поняла планируем планируем делать листы а я листья листы блин все не так прочитала тебя все всем большое спасибо за внимание сейчас выложу эфир обязательно в описании приложу вам все ссылки на покупки материалов которые на сегодня работала и дам ссылку на заход в эми арт-клуб